Мир сегодня переживает наложение целого ряда циклических кризисов. Самый тяжелый из них – это технологический кризис, связанный со сменой длинных волн развития экономики. Это периоды, когда экономика меняет свою технологическую структуру. Тот технологический уклад, который вел экономический рост последние 30 лет, себя исчерпал, нужен переход к новой системе технологий. Этот переход до сих пор всегда проходил, к сожалению, через войну. Так было в 30-е годы, когда Великая депрессия сменилась гонкой вооружений и вылилась эта гонка вооружений во Вторую мировую войну. Так было в период Холодной войны, когда гонка вооружений в космосе породила комплекс информационно-коммуникационных технологий, который, собственно, стал основой того технологического уклада, который вел мировую экономику вверх в течение последних 30 лет. И вот сегодня мы сталкиваемся с аналогичным кризисом. Мир переходит к новому технологическому укладу. И хотя этот уклад носит гуманитарный характер, и можно было бы обойтись без войны, потому что главными носителями роста в этой длинной волне является гуманитарная технология. Это здравоохранение и фармацевтика, основанная на биотехнологиях. Это те же информационно-коммуникационные технологии, которые сегодня совершают рывок на базе нанотехнологий. И это когнитивные технологии, определяющие новую сумму знаний у человечества. И если бы мы смогли разработать общую программу развития, что, собственно, президент Путин постоянно предлагает. Предлагает общую зону развития с приоритетным торговым режимом от Лиссабона до Владивостока. Вот если бы мы с Брюсселем договорились, как предлагает президент Путин, создать общую экономическое пространство, общую зону развития, мы могли бы найти достаточное количество прорывных проектов, начиная от здравоохранения и заканчивая отражением космических угроз, которые бы загрузили наш научно-технический потенциал. И создали бы тот комплекс государственного спроса, который бы подтолкнул, дал бы иницирующий импульс для подъема нового технологического уклада. Но американцы пошли по привычному для себя пути. Чтобы сохранить лидерство, они снова раздувают войну в Европе. Война в Европе для американцев – это всегда хорошая война. Они так и называют нашу Вторую мировую войну, где погибли 50 миллионов человек в Европе и в России, называют ее хорошей войной. Она для американцев была хорошей, потому что американцы в итоге этой войны вышли в мировые лидеры. Для них хорошей была и холодная война, которая закончилась распадом Советского Союза. И вот они в очередной раз за счет Европы хотят сохранить лидерство, которому угрожает Китай, стремительно поднимающийся. И мир сегодня переходит к еще одному уже политическому циклу накопления. Этот цикл связан со сменой глобальных институтов регулирования экономики. Он идет веками, и сейчас мы переживаем переход от американского цикла накопления к азиатскому циклу накопления. Это еще один кризис, который бросает вызов американской гегемонии. Американцы для того, чтобы сохранить лидерство в конкуренции с растущим Китаем и другими азиатскими странами, затевают войну в Европе для того, чтобы ослабить Европу, развалить Россию, подчинить себе весь евразийский континент. То есть вместо зоны развития, которую предлагает президент Путин от Лиссабона до Владивостока, устроить хаотическую войну на всей этой территории, поссорить всех со всеми, обесценить капиталы европейские, списать долги, которые американцы сегодня под бременем государственного долга уже разваливаются, списать то, что они должны России, Европе, подчинить себе наше экономическое пространство, установить контроль за ресурсами гигантской евразийской территории. И только таким образом они считают, что они могут сохранить гегемонию в мире, обыграть Китай. И, к сожалению, американские геополитики, которых мы видим на экранах, они как будто с 19 века, они мыслят категориями геополитической борьбы Британской империи. Разделяй власти, властвуй, ссорь между собой народы, стравливай их, развязывай мировую войну, и ты выиграешь. Это британская старая политика, которую американцы, к сожалению, продолжают для решения своих проблем. И жертвой в этой политике выбрана Россия, а главным орудием войны выбран, к сожалению, народ Украины, из которого делают просто пушечное мясо, делают жертву из Украины для раздувания новой мировой войны. Во-первых, американцы все время били по Украине для того, чтобы оторвать от России. Здесь они опять же идут последовательно с времен Бисмарка, это европейская антироссийская традиция, сводилась к тому, что нужно Украину оторвать от России, рассорить Украину с Россией, и тогда можно завладеть всем евразийским пространством. Впервые эту идею высказал Бисмарк, затем ее подхватили англичане, и, наконец, сейчас в устах главного американского политолога Бжазинского мы много раз слышим этот тезис, что Россия без Украины не может быть сверхдержавой, что если Украину рассорить с Россией, то от этого выиграет Америка, выиграет Запад, и американцы последовательно все 20 лет выращивали украинский нацизм. Украинский нацизм направленный против России. Как вы знаете, они после Второй мировой войны пригрели у себя недобитых бандеровцев, они вывезли в Америку несколько десятков тысяч украинских нацистов, и в течение всего послевоенного времени заботливо их выращивали, лелеяли, и после распада Советского Союза эта эмигрантская волна обрушилась на Украину. Они бьют последовательно в Украину для того, чтобы ослабить Россию. В этом главная задача. И в качестве приманки была использована идея восточного партнерства, которую высказали поляки и подхватили американцы. Суть восточного партнерства, жертвами которого стала сначала Грузия, а теперь уже Украина, а дальше будет еще Молдавия, заключается в том, чтобы оторвать эти бывшие союзные республики от России. Как вы знаете, мы строим таможенный союз и единое экономическое пространство с Белоруссией, Казахстаном, к которому присоединяются Киргизия и Армения сейчас, и Украина была нашим постоянным партнером. Украина до сих пор живет в условиях ратификации соглашения о едином экономическом пространстве с Россией. Никто этот договор на Украине не отменял. И нам Украина важна как часть нашего экономического пространства, веками сложившиеся связи, кооперация. Наш научно-промышленный комплекс создавался как единое целое. Поэтому для Украины вполне естественным и жизненно необходимым является участие в евразийской интеграции. Так вот, для того, чтобы воспрепятствовать этому участию в евразийском интеграционном проекте, придумали восточное партнерство. Смысл восточного партнерства – создать ассоциацию с Европейским Союзом. Что такое ассоциация, которую подписал Порошенко с европейскими лидерами? Это превращение Украины в колонию. По соглашению об ассоциации Украина теряет свой суверенитет. Она передает функции торговли, таможенного регулирования, технического регулирования, госзакупок, финансового регулирования в Брюсселе. Украина перестает быть суверенным государством в экономике. Она перестает быть суверенным государством в политике, потому что в соглашении об ассоциации четко записано, что Украина – это младший партнер Европейского Союза. Украина следует общей оборонной и внешней политике Европейского Союза. И в разрешении региональных конфликтов Украина обязана участвовать под руководством Европейского Союза. То есть Порошенко делает из Украины колонию Евросоюза. Втягивает Украину в качестве пушечного мяса в войну с Россией. С целью разжигания войны в Европе. Для этого, собственно говоря, и навязано было это соглашение об ассоциации, которое заставляет теперь европейские страны руководить Украиной в решении региональных конфликтов. То, что...